Друзья, всем привет! Вы снова на канале Epic Board Shop. Сегодня очередной у нас выпуск, поскольку все-таки сезон, можно сказать, уже практически завершился, скоро все курорты, которые вокруг Москвы, закроются. Еще, конечно, сейчас будет выезд на New Star Camp в Красную Поляну, но, наверное, и на этом можно смело завершить сезон. А это значит, что и сезон обзоров, обзоров на оборудование сноубордическое, по крайней мере, мы можем тоже смело завершать. В такое время, как межсезонье, конечно, хочется поговорить о сноубординге, о предстоящем летнем сезоне. Но я хочу сегодняшний выпуск начать с новости, с новости такой достаточно печальной, как можно сказать. Всеми нами любимый журнал «Трансворд Сноубординг» 6 марта прекратил свою работу. Действительно, это была очень крутая история. С 1987 года журнал, который нас радовал, который освещал все самые крупные сноубордические события. На базе журнала «Трансворд Сноубординг» было снято нереальное количество фильмов. Было сделано кучу тестов, таких как «Бутвуд» и так далее. И вот, собственно, в 2019 году, 6 марта, журнал прекратил свое существование. И, собственно, конечно, это такая действительно новость, которая, можно сказать, повергла многих фанатов сноубординга, фанатов индустрии в такое действительно шоковое состояние. Ну и даже на другом континенте, здесь у нас в Москве, эта новость тоже вызвала достаточно печальные эмоции. Вот такая, друзья, история. Даже в Америке такие крупные, собственно, игроки, крупные издания в какой-то момент, даже несмотря на свою успешность, свою такую, скажем так, популярность, завершают свою работу. Ну, а мы продолжаем свою работу. Мы, конечно же, продолжаем радовать вас всякими интересными историями. И вот, собственно, одна тоже крутая история, которая проходит, собственно, в Джексон Холле, в таком действительно культовом месте для сноубординга. Это такой Shred Summit, который вот седьмой год уже проходит, собственно, как раз в Джексон Холле. Смысл и концепция такая, что все самые такие топовые производители сноубордов приезжают туда, приезжает куча райдеров, там порядка 200-300 человек. И, собственно, смысл в том, что люди тестят странные сноуборды. То есть это такая некая, действительно, выставка сноубордов с разными формами, начиная от каких-то серфов для паудера, заканчивая какими-то суперскоростными машинами для нереальной скорости. И такой некий Shred Talks, где все люди делятся своими впечатлениями о той или иной форме, потому что, действительно, на таком вот саммите представлено нереальное какое-то буйство форм досок, шейпов. И это, конечно, действительно выглядит все очень-очень круто. Вот, друзья, в Америке такая проходит история. Поэтому пока у нас, собственно, люди тестят доски в формате фанкарвинга, делают укладки на трассах, а в Америке вовсю, конечно, буйствует и главенствует вот такая история, где делают, создают нереальные формы и наслаждаются катанием на сноубординге. Друзья, также хочется вам рассказать про такую историю. Вот многие бортшопы в Москве хвастаются у себя, так сказать, в пуле наличием каких-то прорайдеров, людей, которые катаются на соревнованиях, занимают какие-то места. Это очень круто. Это я действительно такую историю поддерживаю. Но я хочу вам, собственно, рассказать немножко другую ситуацию. Поскольку все-таки у нас магазин, и мы людям предлагаем определенное оборудование, доносим до них какую-то определенную информацию, стараемся правильно подобрать все-таки товар. У нас, у нас в магазине есть немножко другая история. У нас работает человек, и этот человек действительно без пяти минут кандидат химических наук. И вот, собственно, я сейчас хочу представить вам этого человека. У нас, кстати, давным-давно был на канале ролик, где Кирилл, это так его зовут, рассказывал про, собственно, структуру базы креплений Genesis X. Кирилл, расскажи, вот ты, помимо того, что ты действительно кандидат, можно сказать, химических наук, ты же еще катаешься и на сноуборде, и на скейте, или на лонге. Как я к этому пришел, ну, так как работа в лаборатории, она бывает довольно-таки монотонной, не могу сказать, что это скучно для меня, но все-таки хочется каких-то развлечений, хочется разнообразить свою жизнь. И, конечно, все сопряжено, в первую очередь, с философией самого катания, то есть, с философией разных досок. Почему? Потому что это дает какую-то такую некую внутреннюю свободу, на самом деле, действительно, свободу для самовыражения. То есть, ты можешь себя в этом проявить, и, на самом деле, главное просто кататься, получать от этого удовольствие, действительно. Слушай, ну, это круто, на самом деле, но все равно вернемся все-таки к твоей основной профессии, к твоему основному роду деятельности, химия. Все-таки нам, действительно, на канал пишут очень много людей, которые, действительно, спорят, интересуются вопросами материалов. Потому что, конечно, сегодня современный спорт и сноубординг, и вейкбординг, и лонгбординг, это, собственно, война, война технологий. И каждая компания, собственно, в изготовлении сноубордов применяет гигантское количество полимеров разных материалов, которые, собственно, помогают добиваться каких-то лучших ощущений от катания. И ты, можно сказать, напрямую можешь дать оценку всей этой истории и скажи нашим все-таки зрителям. Поскольку многие пишут постоянно, что все это мифы, все это маркетинг, все это ничего это не дает. Все-таки твоя точка зрения, насколько за последние 10 лет изменилась вообще структура и сноубордов, и лонгов, и вейков с точки зрения именно материалов, полимеров и так далее. Поскольку я все-таки знаю, что это именно твоя специальность. Полимеры. Да, да, действительно, это моя специальность. Во всяком случае, магистрский диплом, свою магистрскую диссертацию я защищал именно по полимерам. Область полимеров крайне обширная. Ну, для наглядности сказать, если заглянуть просто даже в энциклопедию полимеров, где это просто все перечислено. Это, ну, скажем так, 20, наверное, вот таких вот огромных томов. То есть это именно отражает то количество материалов, которые сейчас используются. Потому что материалы бывают разные, там, бывают композитные, бывают именно волокна. То есть область действительно настолько обширная, что человек навряд ли даже сможет это в голове уместить, конечно. А что касается прорывов, то прорывы есть определенные. Вот мы очень любим сравнивать, там, разного типа автомобилей. Вот если мы, там, возьмем, там, гонки каких-нибудь, там, не знаю, 60-х годов и, допустим, гонки на современных болидах. Вот я думаю, что с момента появления, там, первого сноуборда и, собственно говоря, до наших дней, до настоящего времени, я думаю, разница как раз-таки будет именно такая. То есть разрыв огромный, потому что материалов производится ежегодно огромное количество. Люди патентуют, люди изобретают новое, пробуют. И, соответственно, сноуборды появляются быстрее. Это очень касается, друзья, очень важно по поводу скользяков, потому что, по крайней мере, именно в сезон, зимний сезон, скажем так, вопросов, которые касаются именно скользящей поверхности, парафинов, собственно, холодных, теплых скользяков, быстрых, спеченных, это действительно вопросы эти иногда просто зашкаливают. И, конечно, на них нам помогает отвечать Кирилл, и это очень важно, потому что, действительно, информация, можно сказать, из первых уст. Собственно, по поводу как раз скользяков, всё-таки развеи какие-нибудь мифы? Спечённый скользяк, неспечённый, синтрат, экструдер? Всё-таки, действительно, насколько это всё актуально, насколько это всё действительно так, как это пишут в каталогах? Нет, это действительно актуально, конечно, потому что есть скользяки модифицированные, есть скользяки самые простые. То есть, если брать самые простые скользяки, а это именно экструдер скользяки, то, несмотря на свою простоту, эти скользяки, конечно, довольно-таки живучие. Почему? Ну, в силу технологии производства, потому что, ну, что с собой подразумевает процесс экструдирования? У вас есть такой прибор, он называется фильера. Сквозь него выдуваются такие тоненькие трубочки полимерного материала вашего. Создаётся, конечно, определённая форма под ваш сноуборд, да? И вот в эту форму выливается, вот, собственно говоря, посредством этого экструдера определённый там полимер. Ну, зачастую, что там, полиэтилен, да, там, допустим, высокого давления используют в скользяках, потому что он плотный. Соответственно, макромолекулы располагаются относительно друг друга очень близко. То есть, материал, с одной стороны, получается жёсткий, но, с другой стороны, обладает определённой пластичностью. Ну, это самый простой пример, да, там, технического исполнения скользяка. Сейчас же всё ушло в довольно высокие материи, потому что зачастую сейчас используют различные гидрофобные добавки в скользяки. Это, как правило, всё фторированные полимеры. Ну, все знают хорошо известный материал, такой, как тефлон, да, который представляет собой политетрафторэтилен, да? Все мы знаем, что, ну, может, не все, но определённый там, конечно, круг, кто там в химии работает. А я знаю, что нас смотрят действительно такие люди, потому что по количеству вопросов и, так сказать, дискуссий, которые иногда сами собой происходят под определённым каким-то видеом, а действительно люди поднимают такие мощные темы. И вот, собственно говоря, все знают, да, что тефлон – это крайне скользкий материал. Это и тефлоновые сковородки. Если вы на тефлоновую сковородку капните капельку, то вы увидите, что капелька практически не растекается. Почему? Потому что тефлон обладает именно таким малым углом смачивания, собственно говоря. И этим как раз-таки пользуются создатели материалов для скользяков. Мы добавляем туда вторные добавки, которые уменьшают, собственно говоря, гидрофобные взаимодействия. То есть, ну, собственно говоря, снег, лёд там та же вода, только в другом агрегатном состоянии, да. И мы, соответственно, добавляем туда вторированную добавку, которая уменьшает взаимодействие с этой поверхностью. Вот. Уменьшается сила поверхностного натяжения, отсюда, собственно говоря, и уменьшается, как следствие, уменьшается и сила трения. Скользяки, технология за последние пять лет сильно поменялись? Ну, я думаю, что если брать предел последних пяти лет, то это тот период, да, когда развитие материалов для скользяков приобрело наибольший масштаб вообще. Именно наиболее явный рост. Потому что сейчас мы можем видеть там спечённые скользяки, которые по своей структуре являются пористыми. То есть, из суспензий полимерных путём спечения, спекания в автоклавах, собственно говоря, производят формовку материала. Такой материал, конечно, будет лучше впитывать парафин в силу своей пористости. То есть, пористость это что? Это подразумевает то, что вы увеличиваете площадь поверхности таким образом. То есть, у вас площадь поверхности впитки парафина увеличивается, соответственно, парафин лучше проникает в материал. Это очень круто. На самом деле, действительно, когда человек обладает такими фундаментальными, можно сказать, знаниями, ну и скажи, всё-таки, такие знания, они помогают тебе, собственно, в твоей второй работе? Ну, конечно, помогает. И, собственно, главное, чтобы нравилось. Мне, конечно, область, та сфера, в которой я работаю, она мне очень нравится, интересно, потому что ты находишься в непрерывном развитии. Главное, мне кажется, не зацикливаться на определённых вещах и иметь, скажем так, общий глобальный взгляд на всё происходящее. Я думаю, тогда можно вполне всё для себя объяснять, даже особо ни у кого не спрашивая. То есть, просто нужно читать, развиваться. То есть, очень много сейчас публикаций в свободном доступе. Можно всё самому сесть, почитать и, собственно говоря, во всём разобраться. Главное, желание, мне кажется. Друзья, вот, собственно, такая история. Видите, поэтому люди порой, когда вы приходите в магазин, в борт-шоп, с какими-то, собственно, поисками оборудования, вы всегда можете встретить, вот, например, кандидата, без пяти минут кандидата химических наук, который, скажем так, немножко больше может ответить вам на вопрос, который касается, собственно, скользяков, парафинов, жёсткости полиуретана, формул полиуретана. И это, конечно, действительно очень круто. И мы, собственно, и я, в том числе, конечно, скажем так, в какой-то степени гордимся, что у нас в магазине работают действительно такие люди. И это очень круто. Друзья, вот такая история. Вот такая история. Ещё хочется повториться, что всё-таки сезон неумолимо подходит к концу. И нас ждёт, конечно же, очень крутой летний сезон. Сезон лонгбординга, вейксёрфа, вейка. Скоро, совсем скоро будет приезжать новое оборудование. Про которое, конечно же, мы с удовольствием вам будем рассказывать. А помогать нам про это будут рассказывать вот такие люди, как Кирилл. И будем держать вас, собственно, в курсе предстоящих событий. Ну а пока вот такое некое межсезонье. Вот, скажем так, разбавляем наш контент вот такими видео. Надеюсь, друзья, что вам понравилось. Спасибо, что вы нас смотрели. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. И до новых встреч. Пока.